Девушки отдыхают Стабильная картина Факты искажения, то есть облака, которые дают определенную тень И эту тень можно воспринимать как нефтяное пятно И ведет поведение рыб к миграции Точка невозврата наступит, я думаю, в ближайшие 10 лет Самое большое в мире замкнутое море на грани экологической катастрофы Веками оно кормило миллионы людей Было домом для уникальных обитателей Соединяло культуры Но совсем скоро все может измениться Точнее, этот процесс уже запущен В последние годы уровень воды в Каспии падает примерно на 20 сантиметров в год Причина – изменение климата А еще плотины, построенные на Волге Сток которой питает более 80% моря Из-за них в Каспий попадает недостаточное количество воды, чтобы восполнить испарение Побережье в Казахстане отступило уже на 20-25 километров Там, где еще недавно плескалась вода, теперь песок, ржавые баржи и мертвая тишина Обмеление Каспия не останавливает развитие новых нефтяных проектов Напротив, мелководие требуют дополнительных технических решений и вмешательств Что еще больше усиливает нагрузку на экосистему Были озвучены планы по расширению деятельности по добыче нефти И увеличение объемов добываемой нефти Что значит, что увеличится нагрузка, связанная как с выбросами В результате сброса, в результате добычи нефти Возрастут объемы транспортировки нефти Уже сегодня обсуждаются вопросы дноуглубительных работ Причем вначале говорилось о дноуглубительных работах по портам Это и Актау, и другие порты, Курык Сейчас уже ставится вопрос о том, чтобы проводить дноуглубительные работы Непосредственно в море, на седловине Каспийского моря И это значит, что каждый из проектов будет добавлять В сегодняшний уровень загрязненности Каспийского моря Как выяснилось, вопрос о дноуглубительных работах Можно уже назвать решенным 11 июля совместное предприятие российского лукоила И казахстанского казмуной газа Коломкас Хазар Оперейтин Опубликовало заявление о намечаемой деятельности По строительству судоходного канала Каспий обмелел И новый канал необходим, чтобы доставить и установить Добычные платформы на месторождения Коломкас моря и Хазар Дело осталось лишь за выбором одного из двух маршрутов О необходимости менять структуру Каспийского дна Заявляли и другие компании В частности, консорциум НСОУСИ Организовавший общественные слушания Однако сооснователь глобального экологического движения Сейф-Зе Каспий НСИ Галина Чернова Высказалось о том, что Каспий Это замкнутая и крайне уязвимая экосистема И любое вмешательство здесь, даже локальное Может иметь необратимую цепную реакцию Свет провоцирует массовое перемещение фауны С привычных их участков Нарушает их пищевые и трофические уровни И ведет поведение рыб к миграции И то есть они не возвращаются обратно на ту территорию, которая была разрушена Человеческая деятельность ведет к тому, что в море сбрасываются тысячи тонн загрязнений ежегодно Сточные воды, тяжелые металлы, токсичные соединения Самый страшный удар от нефти и содержащих ее стоков Метан, выбрасываемый при добыче, в 80 раз вреднее углекислого газа Видимые последствия на берегу 2022 год, более тысячи погибших тюленей на казахстанской части 2023, уже 2500 в Дагестане 2024, снова 2000 в Казахстане Практически уничтоженная популяция осетра И никто не назван виновным Никто не понес ответственности Все списывают на природные явления А что происходит под водой и на воде, остается закрытым для глаз большинства Однако есть еще одна проблема Которая упорно игнорируется всеми, кроме экологических активистов Она не кажется столь глобальной, но регулярно всплывает на поверхность В прямом и переносном смысле Это нефтесодержащие пятна, которые оставляют морские суда И сегодня мы видим нефтяные пятна, которые связаны с судовыми сбросами То есть мы по спутниковым снимкам видим, что идут сбросы балластных вод судами, которые должны делать эти сбросы в портах за оплату Вместо этого они делают это на море Это пусть не такие, скажем, критические нефтяные пятна, но тем не менее, каждая из них занимает площадь нескольких квадратных километров По данным проекта «Прозрачный мир на Каспии» За последние два года на акватории Каспийского моря было зафиксировано 451 нефтяное пятно Из них 75 в казахстанской части Их общая площадь почти 200 квадратных километров Это как 20 озер Бурабай или 60 центральных парков Нью-Йорка То есть пятно — это не лужица, это настоящий нефтесодержащий разлив 51 случай из этих 75 специалисты считают возможными судовыми сбросами Три пятна являются загрязнениями от нефтяных платформ Одно — сбросом с береговых объектов И в 13 случаях так и не удалось объективно определить источник загрязнения Лишь 7 случаев за два года являются природными нефтепроявлениями Получить такие данные удается благодаря анализу спутниковых снимков Частота Каспийского моря, она зависит от очень многих факторов Но, безусловно, нефтяные загрязнения, они очень существенно влияют на экологическую составляющую Каспийского моря На этом проекте мы в том числе отрабатываем технологии максимально быстрой обработки съемки Земли из космоса По сути, в профессиональных целях То есть для нас это сейчас мониторинг нефтяных загрязнений с радиолокационных спутников И мы показываем две вещи Первая, что съемка должна быть постоянная Реакция на съемку должна быть быстрая И вторая вещь, которую мы показываем, что экологические проблемы, они должны быть максимально публичными и открытыми для всех В принципе, можно сказать, что там 2-3 пятна в неделю стабильная картина Ну и можно себе представить, сколько мы не видим То есть это снимается 5 дней в неделю, из них только 80% можно адекватно оценить вследствие ветровой нагрузки Ну, в общем, можете себе представить, сколько там еще есть Однако, даже смотря в лицо выявленным фактом, руководство Министерства экологии и природных ресурсов утверждает, что спутниковые снимки могут быть неверно интерпретированными На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, таких фактов загрязнения, как вы говорите, нефтяных пятен, от нашего космического зондирования мы не получали Получается, активисты спутали или это какая-то ошибка? Ну, я не могу сейчас вам точно сказать, активисты спутали или это ошибка Но зачастую космическое зондирование, есть факты искажения, то есть облака, различные вещи, которые дают определенную тень И эту тень можно воспринимать как нефтяное пятно или какой-то очаг загрязнения Пожалуй, таким ответом вице-министр экологии лишь вызвал новые вопросы Например, почему ведомство не пытается самостоятельно проверить ни один из выявленных спутником фактов и предоставить обоснованные разъяснения С такими, считая официальными выводами Министерства экологии, экологи независимы, независимы от наших в смысле, позволили себе дипломатично не согласиться Заявили, что состояние Каспийского моря отслеживают максимально профессионально, со снимками из космоса работают компетентные аналитики Как было сказано в официальном сообщении, объяснение Министерства экологии и природных ресурсов, цитата «не выдерживает технической критики», потому как радиолокационные спутники работают в диапазоне микроволн, которые проникают сквозь облачность Таким образом, тень от облаков не может отразиться на радарном изображении Ее на САР-снимках просто не видно И вообще, снова цитата, форма и контекст пятен не характерны для атмосферных явлений Таким образом, заявления об облачных тенях не соответствуют физике радиолокационного зондирования и вводят общественность в заблуждение Почему же Министерство, нефтедобывающие и судовые компании игнорируют информацию от активистов? Кажется, что всем так просто удобнее Одной стороне сливать по тихому воду с нефтепродуктами в Каспии, экономя деньги Второй – закрывать на это глаза Ведь хватает и других забот, которые гораздо важнее, чем экология В принципе, я так могу сказать, что мы постоянно представляем результаты нашего мониторинга на различных конференциях Встречаемся мы и с нефтяными компаниями, и с судовыми перевозчиками И отношение к балластным водам такое, что да, ну и ничего страшного Это всего лишь балластная вода, куда ее еще девать? По законодательству сброс балластных вод в Каспийском море полностью запрещен Вопреки законодательному запрету, сброс воды морскими судами продолжается в акваториях Каспия, не предназначенных для таких операций Выходя на маршруты, суда отключают радиолокационное оборудование, сбрасывают воду с нефтепродуктами и лишь спустя время снова отображаются на радарах Именно поэтому обвинить конкретное судно конкретной компании в загрязнении акватория Каспия довольно сложно Ведь в момент своих грязных дел оно обретает статус инкогнито Проблему подтверждает и официальная статистика портов Так, всего 250 из полутора тысяч кораблей за год сдали отходы в порту Актау в 2018 году Это лишь шестая часть всех судов Можно предположить, что сегодня ситуация не сильно отличается Любое судно, которое заходит в порт, имеет на своем борту мусор, подсланевые, фекальные, а также балластные воды, содержащие нефть и масло Все это с большой вероятностью оказывается в акватории Каспия и губит его жителей В июле с разницей в пару дней на Каспийском побережье были обнаружены туши мертвой рыбы, а также разложившиеся туши тюленя Еще через пару дней неравнодушные жители Актау сняли на видео масляные пятна и мусор прямо на пляже Полчаса назад этого всего не было тут Что это такое? Вот, валяются в баклажке Как будто кто-то проехался и скинул весь мусор Это вот, это все Да? По данным Национального проектного института «Экология будущего» воды Каспия сливают различные стоки с промышленных предприятий Что приводит к неминуемой гибели рыб, раков, каспийских нерп и других обитателей А также все чаще стали наблюдаться масляные пятна на поверхности воды Пробы дна показывают, что акватория загрязнена такими опасными веществами, как свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, цинк, никель, ванади и многие другие То есть допускаемые нормы превышаются в несколько раз Однако официальные власти словно не видят проблемы Система мониторинга, к которой мы, как ученые, обращаемся Должна быть системой на уровне государственного мониторинга Должна быть подключена в нормальный, то есть мониторится сначала с космоса Подозрительные вещи должны передаваться в ДЧС Нефть надо все время мониторить и контролировать Потому что в случае нефтяного разлива на нашей мелководной части Каспия Мы можем получить очень большую экологическую катастрофу Потому что глубины небольшие Вся эта нефть будет осаждена на дно И, соответственно, весь этот Бентус и все прочее погибнет Проблема налицо Для ее решения нужен качественный мониторинг А его невозможно проводить без точных данных Однако для работы такой программы Нужна предварительная оцифровка множества геометео- и гидроданных моря Что требует как временных, так и денежных затрат А также наличие компетентных экспертов в подобной области Как мы выяснили, такая попытка уже существует В 2021 году был дан старт проекта «Цифровой двойник Каспийского моря» В котором участвуют более 20 команд из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Швейцарии и Франции Один из участников проекта от Казахстана — команда компании «Экориск» Ее руководитель Татьяна Дедова рассказала о роли «Экориска» в создании цифрового двойника «Каспия» Мы в рамках этого проекта моделировали гидродинамику «Каспия» Нефтяное загрязнение У нас есть исторические расчеты гидродинамики То есть мы, в принципе, провели большую работу Для этого мы купили модель датского гидравлического института, который называется «МАЙК-21» И адаптировали ее под «Каспий» То есть ввели все необходимые входные данные в виде ботиметрии Допустим, дополнительных источников И, в принципе, мы умеем моделировать гидродинамику «Каспия» Как и исторические данные Если мы будем брать прогнозные метеоданные, это будет прогноз То есть это, в принципе, инструмент, который может ответить на вопрос «А что будет, если?» Что будет, если уровень упадет ниже Что будет, если уровень поднимется до исторических максимумов Что будет, если будет такой-то ветер Будет ли нагон на какую территорию и как далеко уйдет Но, в принципе, наша задача моделирования гидродинамики «Каспия» Это было первым вспомогательным этапом Для того, чтобы понять, куда потечет нефть То есть, если случается на «Каспии» разлив То он течет в зависимости от того, как движется море То есть, какая гидродинамическая обстановка И погодные условия, то есть, куда дует ветер В сочетании этих двух факторов Можно предсказать, куда потечет нефть К сожалению, как водится, разработка цифрового двойника «Каспия» Уперлась в отсутствие финансирования И готовую к использованию программу моделирования Разработанную ЭКО-риском Так и не внедрили в жизнь В очередной раз проблемы «Каспия» сочтены государством не самыми важными Точно так же своего финансирования ждет Казахстанский институт Каспийского моря О создании которого было объявлено еще в 2023 году Одним из направлений работы программы мониторинга ситуации на Каспии Являются гидро- и метеоданные За сбор которых отвечает Касгидромет Национальная служба ведет мониторинг гидрометеорологического состояния Каспийского моря по 10 пунктам наблюдения Сбор данных осуществляется с помощью 4 морских станций И 6 гидрометеорологических постов Кроме того, мониторинг ведется по 50 точкам Расположенным в прибрежной акватории Каспия Дважды в сутки оперативные данные поступают аналитикам Касгидромет И по запросу компании или государственные органы могут их получить То есть данные о погоде и воде могут быть безвозмездно использованы В целях отслеживания экологической ситуации или построения прогнозных моделей Однако здесь есть одно «но» Мониторинговая сеть Касгидромет расположена только на побережье Поэтому нет точных данных о происходящем внутри акватории На судовых маршрутах или вокруг добывающих платформ Но и прибрежные данные, безусловно, кричат о проблемах Пятна на Каспии — это проблема не только Казахстана, а целых пяти стран Чтобы ее решить, Национальные гидрометеорологические организации прикаспийских государств Создали общий орган для гидрометеорологии и мониторинга загрязнения Каспийского моря У нас есть несколько направлений по международному сотрудничеству Первое — это, наверное, основное — это Каспком Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря Который объединяет все прикаспийские страны И в рамках деятельности Каспком мы обмениваемся Или, как бы сказать, объединяемся в создании единых каталогов данных По уровню, по температуре воды, по солености, по стопу рек, которые впадают в Каспийское море Это все находится в открытом доступе на сайте Каспома Есть конкретная проблема — нефтесодержащие разливы на Каспии Есть технологии, как мониторить Каспий со спутников и обнаруживать такие пятна А также находить ответственных за их появление Чтобы применять эти технологии, нужны цифровые данные о Каспии И такие проекты тоже разрабатываются Казалось бы, все составляющие для успеха Но в результате Каспий все равно умирает Проблема в том, что, будучи замкнутым водоемом Каспий, с одной стороны, дает уникальную экосистему, уникальные виды Вместе с тем, все, что поступило в этот водоем, оно сохраняется там же То есть это и загрязнение, это и пластик, это и отходы Потому что никуда в другие большие воды эти отходы не уходят И загрязнение Соответственно, все, что мы сбросили в Каспий, остается в нем Если мы не изменим свое отношение к этому вопросу То точка невозврата наступит, я думаю, что в ближайшие 10 лет В чем же причина плачевного состояния Каспия? В том, что элементы пазла по отдельности не создают картинку Нужно, чтобы кто-то сложил их вместе Для этого общественники, ученые, а главное госорганы И сами прикаспийские государства должны работать вместе Начать это нужно было еще вчера, но и сегодня не поздно Каждое пятно на Каспии – это долг природе, который мы оставляем на наших детей Давайте платить по долгам сегодня, вместе Чтобы спасти наш Каспий Субтитры создавал DimaTorzok